Мару, иди сюда. Ты мой сладкий ребёнок. Чё-то лапа у меня. Её ходишь. Сейчас покушаешь, да? Вся в репиях и с избитыми лапами бульмастиф прошла по тайге больше сотни километров и добралась до Красноярска. Дорогу подсказывало чутьё. Собаку отправили несколько дней назад поездом в Новосибирск. Хозяева решили вернуть питомца заводчику, так как у их ребёнка началась аллергия. Но Монора не захотела уезжать и сбежала из состава недалеко от Ачинска. Здесь, в районе Калинина, Монору нашли волонтёры. Они видели объявления в соцсетях, что потерялся бульмастиф и сразу поняли, что вот она, пропажа. Собаку отвезли в гостиницу для животных. Там она приходила в себя после долгой дороги. Уставшая, соответственно, все лапы были сбиты у неё. На около сотни километров протопала, по словам проводников. Покусанная вся мошкой, комарами, голодная. Такая собака в стрессе была. Немножко адаптировалась, она уже пообщительной стала. Такая спокойная собака, адекватная. Я сама померила ей температуру и там по просьбе заводчика дала некоторые лекарства просто поддержать её организм. Здесь собака пробыла недолго, набралась сил, но уже накануне ночью Монора выехала в Новосибирск. Но уже на попутке. Скоро она приедет домой, где её очень ждут. Все страдают, люди сострадают, звонят. Даже был случай, когда перевели деньги. Я вообще была в недоумении, что не надо. И звонят люди из Новосибирска, с находки звонили, с Калининграда. То есть очень много звонков. Все желают помочь, забрать. Владелец собаки говорит, что эта порода помогла годовалому щенку выжить в диком лесу. Бульма Стив – это собака егерей. Они прекрасно ориентируются на местности. Сейчас, когда история четверолапой путешественницы распространилась по сети, Монора нашла много поклонников. Все, проехали мы к Кемерово. Сейчас топки, топки. И все. И дом. И дома будем. Потерпи немножко. Чуть-чуть осталось. Знаменитая наша собака – дальнобойщик. Но четверолапую пока не планируют отдавать в чужие руки. Собака должна отойти от стресса и от приключений, которые сама себе устроила. Антон Шевчук, Удуард Баглаев. Фондово Новости.